8, 99, 100. Мама, видела, нет? Так, я сейчас ухожу. Вы сразу за мной. Не идите, я вас позову. Добрый вечер. Я Лариса Гузеева. В эфире «Давай поженимся». Привет, коллеги. Вот только честно, сколько раз вы можете присесть? Не надо рассказывать по одному разу, и то, наверное, в кресло. А вот наш жених в свои 75, 100 раз, и я уверена, что это не единственный его талант. Ой, а кто же за него пришел сегодня бороться? Экстравагантная Людмила, любознательная Тамара и утонченная Ирина. Но сначала встречаем жениха. Я нашел эликсир в молодости и пришел сюда найти ее всем, чтобы с ней поделиться. Спасибо, проходите. Александр, 75 лет. Отказался брать взятки и покупать бриллианты по наставлению супруги, и был жестоко наказан. Александр – пенсионер. По утрам делает зарядку и приседает по 90 раз. Гордится своей прекрасной физической формой. Мечтает наладить отношения со своими детьми. Признается, что не может пройти мимо плачущего человека. Александр не свяжет свою жизнь с дамой, с мужским характером и грубым голосом. Женится настроенной обладательнице красивой улыбки, которая не откажется пуститься с ним в пляс на дискотеке. Александр, конфетки подсластить, видать, пришли нас. Гвоздички. Уже сегодня гвоздики никто не дарит. Да, это вот прямо какая-то приятная радость. У Александра хорошая самка. Чудесно. Александр, а вы со своей супругой где познакомились? Уж не на этих ли танцах? Вообще, что это за танцы? Ночные клубы, что ли? Нет. Раньше было все попроще. Я нашел ее в Старолюбе, в Брянской области. Приехал туда в отпуск, нашел женщину. Девушку ту, которая понравилась. Ничто не предвещало, что эта девушка потом вам будет кровушку. После того, как мы с ней уже свадьбу сыграли, на второй день подошла ее мать, моя будущая сикрова, и говорит о том, что, ты знаешь, мы, Валентина, очень плохой характер. Я десятка раз плакал от нее. Но я говорю, вы знаете, Федоса Федотовна, я ее люблю, все будет хорошо, нормально. Странно, потому что обычно подходит и говорит, спаситель, вы наши, так, раз на колени с руками, что забираете плохую девочку из семьи. Ну, он достоин хорошей женщины. Ничего не скажешь. Вот смотрите, если простая, значит, были лишения, послевоенное время, откуда вдруг у нее так разыгрались аппетиты, и что это вдруг, вообще, это слово бриллианты, откуда она знает? Вот вы ровесник моей мамы. Она в своей молодости не то, что бриллианты, она слово золото-то слышала, наверное, один раз в жизни. А ваша-то так разгулялась. С чего вдруг? Вы знаете, она в 1980 году, в 1980 году, поступила работать в Центр международной торговли связи с рубежными капстранами. Там работали дочери, сынки вот этих министров, аппараты ЦК КПСС. Насмотрелась. Родители их были весьма состоятельны, по 800 тысяч рублей. И они позволяли им машины, дачи и... В общем, все старо как мир, ничего не меняется. Поэтому, как было 50 лет назад, все то же самое сегодня. Только другие масштабы и называются по-другому все. И вот она стала вам говорить. А вы были подполковник в то время? Я был тогда капитан, потом майор, ну, в отставку шел подполковник. Нет, я МВД внутренних войск. Но я, знаете, я ее любил. Несмотря на то, что она после того, как родила ребенка, она стала показывать свой характер. Взятки заставляла брать? И когда примерно до 80, примерно в пятом-шестом году, когда я перешел на руководящую работу в системе МВД, она провоцировала меня на взятки, чтобы я брал взятки. Вот я теперь поняла, почему у нас все коррумпировано. Это не потому, что вы, мужики, плохие люди, а потому, что бабы, которые у вас говорят, иди, вот урозы себе этого колечка, иди воруй, пусть себе приносят, пусть за все. Все понятно. Сядь-то как раз, сядь-то посадили ведь. Брал же. Получилось так, что действительно, когда младшая дочь вышла замуж за участкового инспектора, тот, который получал мало, много проводил время на служебной работе, были скандалы. Она вместо того, чтобы, так сказать, этот микроклимат урегулировать, она стала говорить зятю, слушай, все берут взятки, почему тебе не брать? Короче, сама толкнула за решетку. Это было 9 лет тому назад. Она, он послушался ее, стал брать взятки, 6 лет тюрьмы. И в это время дочь рожает. Нет, взятки брать не надо, конечно. А то, тем более, в системе МВД и сам попадешься. Так она же вообще, дочка-то беременная по животу, что-то чуть не умерла. И даже инвалидность дали, да? А получилось так, что когда... Во сколько дочка забеременела? Старшая дочь, 21 год ей была. Она забеременела? Встречалась с одним мужчиной и забеременела. Выйдет она замуж или нет, под вопросом. Она, тебе рано рожать. Делай аборт. Та не буду. И на 9-м месяце беременности она ударила несколько раз ногой в живот. Та упала, она еще... А вы где были? Я в это время был дома. Услышал, у нас трехкомнатная, большая габаритная квартира была. Я услышал. Слушайте, она здорова вообще. У меня такое состояние, хотела взять ее, знаете... И выбросить из окна. Скажите, она вообще здорова психически? Чтобы мать убила свою кровиночку, которая в очреве. 9 месяцев это уже огромный живот, живой ребенок. Ну вот представьте себе, ты преступница. Я не могу это себе представить. Я тоже как мужчина. Я вообще не представляю. Александр, и что? И дочка простила матери все? Дочь не простила. Она возбудила заявление, написала, возбудили уголовное дело. Но потом ее отговорили, дочь, и она ей простили. Так бы она сидела в тюрьме, разумеется. Но ребенок родился здоровый. Ребенок, вот представьте себе, что с дочерью случилась, она инвалид второй группы была. Шесть лет было. Пять-шесть лет она была инвалидом второй группы. А что жена и там такого пробила разбила? А дочь, которую она родила, представьте себе, жива, здорова, и вот в этом году заканчивает, будет педиатр. С высшим образованием. Страшно вообще. Я в это время так жестоко заставлять делать, избавляться от живой плоти. Вы развелись-то с ней когда? Вот в то самое время? Год спустя я развелся. Я сбежал от нее. Оставил трехкомнатную квартиру мной, потом кровью нажитой. Вы знаете, за 10 лет у меня с коммуналки, мне дали однокомнатную, потом двух, трехкомнатную квартиру. У меня были успехи по службе, были отличные, такие, которые мне... А сейчас квартиры вы, раз, нет, оставили? Я оставил трехкомнатную квартиру. Это я поняла, а сейчас что у вас? Коммуналка ушел. А с коммуналки я выбрался в однокомнатную, сейчас у меня двухкомнатная квартира. Двухкомнатная, очень хорошо. Больше не пытались? Нет, у меня была вторая жена, она умерла. Я прожил с ней пять лет. Детей больше не родилось? Детей не было. Нет. На первый взгляд, ну, видно, что мужчина порядочный. Как считаете, почему, Александр, у вас такая судьба? Долго терпели, надо было раньше развестись, вот объясните мне. Вы знаете, я сам виноват в том, что не послушал тещу, ту, которая сказала. Она сказала, когда уже у нас были... Ну, это она так, наверное, сказала. Моя мама тоже мужу подарила ежовые рукавицы, понятие, на свадьбе. Она сказала не то, что сказала, приказала, она со слезами в голосе, она плакала и говорила, что у меня плохой характер у нее, плохой характер. То есть она хотела оградить от своей дочери? Она хотела оградить. А за что же вы ее тогда полюбили? Хороша была так с собой? Ну, любовь зла, наверное, полюбишь. Это удивительная история. Мужчины очень часто живут с женщиной с плохим характером долгие годы и чаще разводятся с холодной женой, а не с такой взрывной и активной. Вот их, бывает, душат, но разводятся реже, чем с женщинами равнодушными и спокойными. Ой, господи мой, Толя, это же вообще самоуспокойствие. А жива сейчас она, нет? Она жива. У нее Паркинсон, у нее Альцгеймер. Вот. Внучку, которую она воспитывает, она избивает ее. Ей 8 лет. А как ей дают вас? Да вот так. Так, вот они Александра лишили общения с детьми, у вас сын, дочка и внучка. Две дочери. Две дочери, пятеро внуков. У них-то какая обидная. Тогда, когда вот мы разошлись, она на работе хлебной, где борола взятки, и она приобрела несколько дач, у нее деньги появились там, строила себе дачу трехэтажную и прочее. И она поставила перед детьми ультиматум. Если вы будете звонить, общаться, встречаться с отцом, я помогать не буду. Решу наследство. И вот за то предательство, которое, так сказать, вот старшая дочь, несмотря на то, что она ее чуть не убила, они мне не звонят, не общаются, только иногда, раз в год позвонят, только иногда. А как дочек зовут? Ира, старшая автора, Аня. Ира и Аня. Если вы смотрите эту программу, вы ее, наверное, смотрите. Вот перед вами сидит отец. Не берите грех на душу. Созвонитесь. Либо у вас есть уникальная возможность, придите к нам на программу. Вот просто придите и разберемся так. Нельзя, ну, сколько той жизни. Хорошо, мы вас ждем. А я все-таки про танцы хотела выяснить в Сокольниках. А как часто вы туда ходите, с кем знакомитесь? Вы знаете, я хожу туда не столько на танцы, те, которые меня, конечно, вводят в тонус, где я в состоянии эмоциональной, так сказать, разрядка, вот это, встречаюсь со многими мужчинами, женщинами, общение, вот такое, знаете, вот само по себе я раскрепощаюсь. Поддерживает в тонусе, поддерживает свою фигуру, толстеть не надо, это глупо. Если в таких срастях Александр жил и колотился, то он, конечно, со спокойной, может быть, умом-то и хочет, понимает, что нужно жить со спокойной и с доброй, но, может быть, не в прямом смысле кровушку попивать, но спокойно жить вторая женщина ему тоже не должна давать. Это уже просто мое наблюдение такое, вот, когда меняют мужчину сшило на мыло, когда женщины меняют сшило на мыло. Все похожие, последующие, только моложе. Вот и все. Поэтому, Александр, я вам желаю не спокойную, на фоне вот той бывшей, которая выпивала кровь, а женщину бойкую, активную, которая тоже будет любить зажигать с вами вместе и на танцы. Нет, не хотите? Нет. А что зажигать-то? А может, вы нам станцуете? Могу станцевать, ради бога. Покажите, что еще было. Вот, Лариса, видела, как вы приседаете? Я не подсеркнул, но... На столе. Ну, так, как могу. Проходите, давайте. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Так открытый, прям такой взор открытый. Да, у него открытый, Александр, взор хороший. Хороший взгляд. Скажите, а из чего состоит ваш рацион? Чем вы питаетесь? Вот мне прям вот, знаете, даже завидно. На завтрак водичка. На обед водичка. Соль. И лимонный сок. Хорошо. А что исключаете в этой своей рационе? Исключаю сахар полностью. И соль. Вот соль только я употребляю утром. А больше я у пищи не употребляю. Мясо, сыр, мясо, курица, индейка. А, то есть у вас бессилевая диета. То есть диетологи не обманули нас с точки зрения полезности. Хорошо, девчонки, кого, Роза, советуешь? Я даже не знаю, какая вам женщина нужна. Партнерша для ваших танцев, потому что вы хорошо танцуете. Нет, она не партнерша мне нужна. Или женщина, которая... Мне нужна женщина с мягким, спокойным характером и голосом. Самое простое. Ищем женщину. Да. Молодую. Ну, в области так... До скольки? Ну, от 60-ти, 67-ми лет, под 70-ти, там, 3-4. Где-то так. Спасибо. По стенке шапка. Ну, в общем, какой-то вы очень приятный, положительный мужчина. Я желаю вам, конечно, помириться со своими детьми и внуками, потому что как-то негоже так жить. Я очень хотел бы этого. Да. Я думаю, что вас сегодня увидят, и соседи передадут все... Какие претензии у меня к ней, допустим, к моей бывшей жене, это то, что она... Детей моих от меня и внуков, они получили бы больше, чем я от них. Нельзя так, нельзя. Отношения строят двое. Там не идут. Ты иди, ищи дорогу. У вас классическая судьба Скорпиона. Либо Скорпион тиранит окружающих сам, либо поддается вот такой тирании, становится жертвой, долго терпит, страдает. Но при этом любой Скорпион умеет бросаться из крайности в крайность. Поэтому я боюсь, что если мы найдем вам тихую ромашку, спокойную и добропорядочную во всех смыслах, как бы вы ни обратились совершенно по-иному к ней. Поэтому все-таки нужна та женщина, которая не будет совершенно беззащитной, она не должна быть агрессором. Она должна быть действительно тихой, спокойной, достаточно хозяйственной, и она должна уметь отходить в сторону и давать вам покой. Потому что покоя вы в первых отношениях, такого полноценного, себе все-таки не получили. Вот я желаю вам и партнершу, и человека, который даст покой. А мы сегодня ее увидим, потому что она должна быть очень женственной, внешне прежде всего. Через несколько минут наш жених встретится с первой невестой. Не пропустите. В эфире «Давай пошенимся» у нас тут и Александр. Встречайте первую невесту. Привет, Александр. Здравствуйте. А ты помнишь, как ты мне сказал, «Давай поженимся»? Ну, конечно. Как же я могу забыть? Ну, вот видишь, вот мы и встретились. И я всю твою биографию выбрала. Отлично. Спасибо. Проходите. Людмила, 58 лет. Работала танцовщицей в ресторане и учителем английского языка. Сейчас на пенсии. Регулярно посещает дискотеки. Гордится своим уникальным стилем в одежде. Признается, что тщательно следит за фигурой, но не может прожить ни дня без шоколадки. Предупреждает, что на нее засматриваются прохожие. На протяжении всей семейной жизни супруг Людмилы просил ее не носить шляпки. Спустя 11 лет поняла, что проще избавиться от мужа, чем от головного убора. Надеется, что Александр дополнит ее экстравагантный образ. Да, Людмила, как-то жизнь по вам прошлась жестоко. Вы ровесница Розы. Что-то мне не очень верится. Да уж. По-моему, вы нас обманываете по поводу 58 лет. Лет на 15? Нет, 62, да. Уже 62. Ну ладно, немножко прибавила. А еще десяточек можно прибавить. Скажите, пожалуйста, как называется ваш стиль? Стиль мой называется «19 век». Я приверженца, чтобы все вещи мои были, как раньше, шляпки, талия тонкая, юбки. А мужа что раздражал? Может быть, он вас просто ревновал? А дело было не в шляпках? Нет, он не ревновал. Причем тут шляпка-то эта последняя. Я покупаю в основном полуфабрикат. Вот, вижу, и сама его доделываю. Прикрепляю там вуали, перья, что хочу. Вот так. И такая шляпка и соломенная. А с мужем сколько прожили? Ну, лет 15, наверное. Детей родили в браке? Да. Одна дочь у нас и два внука. Да. Ну, хорошо, видите. Так все-таки из-за чего с мужем-то разошлись? Может быть, был красавчик, и вы его ревновали? Да нет. Просто мы поняли, что мы как-то не подходим друг к другу. Ну, устали что-либо. Такое тоже бывает. Ну, вы его правильно характеризовали, что он все мог, кроме одного. Кроме чего? Кого-то было? Ну, конечно. Что в браке людей соединяет? Вот если в этом смысле все хорошо, можно драться, иметь сверхскверный характер. А может, извините, может у Наташи невеста убежала. Вы же как говорите, что стирка, уборка – это не женское дело. Это что, женское? А женское дело, я считаю, это варево, кушанье, вот приготовить обед. Это женское. А убирать пускай убирает сам. А убирать муж должен. А он, смотрите, в армии был, постирать тоже муж обязан. Он же в армии на себя стирал, и мои вещи, да. Представьте себе, я такая. Скажите, а после того, как развелись, у вас были еще мужчины? Ну, имеете в виду, вы пытались устроить свою судьбу? Ну, как бы замуж я не хотела. Нет. Людмила, а вот смотрите, наш жених ходит в Сокольники на танцы, а вы где зажигаете? Я тоже в Сокольники хожу. А я так поняла, что вы знакомы, вы же как сказали, давай посмотрим. Да, мы знакомы, мы встречаемся очень часто, но это же не значит, что мы должны влюбиться друг к другу, правильно? Там у них, знаешь, такая ревность к новеньким, прям вот отодвигают, потому что женщин стоит целый табор, а мужиков раз, два и больше нету, так они, знаешь, как, это так интересно. А какие требования выдвигаете? Вот что обязан ваш друг? Чтобы стирал, набойки делал, а у меня очень много обуви. Да и белье, видать, у вас много собралось, чтобы перестирать. А жить будете на какой территории? На чип? А зачем жить-то вместе? Это тяжело. В гости просто, да? А как же он должен быть и пострирать? Не уйти, что ли? Да. Пришел, постирал, пообщался, пока есть постирушка. Ах, кошмар какой-то. Не хочет. Да что это такое? Ну, не хочет быть нянькой. Кроме танцев, что вас еще в этой жизни, так сказать, держит на плаву? Потому что вы в отличной форме, тоже не переедаете, наверное, занимаетесь собой. Да. Ну, в чем? Меня еще держат на плаву опера и балет. Я с 15 лет ходила в Большой театр. И вот дочь моя уже в новом театре, она тоже от меня это унаследовала, она знает все оперы Верди, что их 22, у меня список есть, все хобби, в каком году. А к вам же иностранец приставал в Большом театрике, да? Он решил, что у нас в России знакомятся в театре. Ну, подошел ко мне, и дочка сидела рядом, а он подошел и кое-что предложил. Предложил, а я там... Деньги? Деньги предложил. Он думал, что она бабушка легкого поведения. Да. А много предложил-то? Много. Много. Но... Ой, да ладно, чего? Людмила не продается. Да ладно. Что ладно? Ну, я имею в виду, что... Вы так гротескно выглядели в театре. Вы так же гротескно выглядели в театре. Ну, конечно, ее естественный... Еще. Я сегодня спала 4 часа. Вы можете рассудить, что у меня бессонница от матери досталась. Не боитесь? Нет? А чего ему меня бояться? Ну, не знаю. У нас бывают женихи бояться. Да? Знаешь, глаза боятся, а руки делают. Покажите сюрприз, Людмила. Да, Людмилочка. Остается только позавидовать. Берите цветочки и проходите в комнату. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Еще раз обращаюсь, мама! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Александр, как вам, Людмила? Видите ее с собой рядом? Ну, женщина экстравагантна сама по себе. Это можно видеть сразу. Неборуженным глазом. Вам нужна попроще? Боитесь, что не потянете вот эти пастирушки бесконечно? Нет, попроще надо. Она своеобразная. Слишком своеобразная, да? Да, правильно говорит. Правильно. Я своеобразная. У нее слишком много ограничений. Много пожеланий. Много фантазии. Много всего того напыщенного, то, что она себе представляет. Понимаете? Это уже устройство человека. Ее нельзя не переделать, не перестроить, не переосмыслить ее. Это уже устоявшийся человек. Понимаете? Вот. Я понимаю, но не принимаю. Он даже партнером не может быть по танцу. А как тебе 58-летняя ровесница твоя, Роза? Вообще, Людмила мне преподала один очень хороший урок. Думаю, что я дура старая вообще про свой возраст говорю, что у меня 52, а выгляжу я моложе. Вот мне 35 вот с сегодняшнего дня. А я попросила девчонок посмотреть паспорт ее, а вот Людочке 81. Да, вот так. Старше моей мамы. Мама, все, ну просто вот. Слушайте, я просто от зависти сейчас сижу и даже не знаю, что вам сказать. Людмила, дай бог вам здоровья. Носите вы, ради бога, эти шляпки. А это? Или не носите, или вот это вот все. А прозрачный торопочка, да. Что хотите, только то и делайте. Только живите. Вы никому не делаете плохо. Живите и будьте здоровы. Ну, мне сложно говорить про рассмотрение индивидуального гороскопа, потому что я только три минуты назад, секунды назад узнала ее возраст. Могу говорить только о знаке скорпиона в целом. Скорпионы это люди, у которых чаще, чем у других знаков, теневая сторона личности выставлена вперед. И мани, и страхи, и комплексы, и какая-то тяга к саморазрушению. Она у каждого человека в какой-то доле присутствует, просто именно скорпионы часто ее демонстрируют. Вот на мой взгляд, она весь свой женский страх быть отвергнутой выставила вперед. Но это не только красные цветы, это и завышенные требования. Должен стирать, убирать, на руках носить. Я думаю, что там список можно продолжить до бесконечности. Но она этим пытается отгородиться от мужчины, от своего собственного страха, что не увидят, не заметят, не оценят, отвергнут. Ну, наверное, хорошая женщина, но вы ждете не тот темперамент рядом с собой увидеть. Давай поженимся теперь в вашем мобильном. Наберите 0736, Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. Вторая невеста готовится к свиданию с нашим женихом. А пока реклама, оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся» у нас с Тойг Александр. Встречайте второй невест. Здравствуйте. Я Тамара Александровна, супербабушка Академии военных путешествий. Отлично. Спасибо. Проходите. Спасибо, мои позвоночники. Извините. Тамара, 73 года. Пенсионерка. В прошлом технолог швейного производства. Путешествует по всему миру автостопом. Гордится тем, что сдала на права с 15-го раза. Мечтает съездить в Австралию и на озеро Байкал. Предупреждает, что возлюбленный должен уметь копать грядки и любить чай пить. Возлюбленный иностранец каждый день писал Тамаре письма и приглашал в гости. Но заветной встрече не суждено было сбыться. Надеется, что с Александром их ждет счастливое будущее. Ну, вы, конечно, большая молодец. Как вы решились путешествовать автостопом в 73 года? Ну, когда... Почему в 73? Первый раз в 58. Не, в 56. А, то есть... Когда меня ушли на пенсию, я решила, что жизнь кончилась. Началась с жуткой депрессией. А тут я наткнулась на заметку Кротова о путешествии. Он приглашал... Да, известнейшая книжка. Кругосветная, вот знаете, Кротова, да, Антон? Ну вот. Так вот, я вам хочу подарить как раз такие книжечки, чтобы вы как следует все прочитали и поняли технологию автостопа. Я ездила в молодость, я училась в Питере и все премьеры смотрела в Москве. А как? Денег нет, стипендии не платят. Только автостопом. Ты не отказывайся от книжки, это сейчас уже классика своя. Так новые русские пенсионеры точно так же передвигаются по миру. Ой, я буду счастлива. Дарите, дарите. Пожалуйста. Елена Андреевна, мне кажется, вам стоит вступить до сообщества путешественников. Будете путешествовать в компании по всему миру. Я 33 страны увидела. И когда вы первый раз куда поехали? Первый раз мы с Ниной пошли в Сирию. Да что вы! Да. Нас Антон пригласил сопровождающим. У них была кругосветка, а мы, значит, сопровождающие до Дамаска. Вот. Я говорю, Нина, пошли. Потому что там вот я прочитала его книги, там написано, если у вас нет денег, но очень много времени, вы можете посмотреть весь мир. Это такая прекрасная фраза, она нас так вдохновила. Боже, так это же вот сейчас всем пенсионерам, которые в депрессии, могут руководствовать действие. Ваши лекарства от депрессии. Да что вы, Тамарочка, это такое счастье, что вы к нам пришли. От всех болезней. Скажите, моя родная, и вы где-то потратили 7 евро у вас? Да нет, 8 долларов за 46 дней. А что вы ели? А где вы спали? Все ели, что надо. Во-первых, рюкзак с обеспечением жизненным полным. Это гостиница. Там у нас отель в рюкзаке. Да, тут у нас супермаркет с продуктами. Все, крупы, орехи, все сухофрукты. Что еще, мы банку и тушенки взяли. Да, попробовала. И насколько похудели после первой своей поездки? Да мы не считали, насколько, но мы такие красивые вернулись, стройные. Но мы не голодали. А потом, я знаю, что вас даже приглашали местные переночевать. Да. И угощали. Да. А вот они как к вам относились? Как к кому? Ой, с любовью. И сколько вы уже вот таких совершили поездок в Сирию, а еще... Ой, да везде. И Сирия, и Турция, и Иран, и всю Европу. А мы вот с Ниной... Посмотрите, как жених-то уже заинтересовался. Да, ясно. Слушайте, нам нужно с ними дружить, чтобы тоже вместе с ними ездить автостовом по всему миру. Мне кажется, прекрасная идея. Тамарочка, извините, еще один вопрос. Просто как-нибудь с вами интересно. А вот если, допустим, вот хочется прикорнуть, солнце вот там тебя разморило, вот хочется чеснок, чеснок вот просто лечь, ноги вытянуть? Ну, какая проблема? Вот в Пальмире мы, например, в Сирии с Ниной, когда пошли смотреть эти развалины, там верблюдов полно, они плюются, и жарко. И смотрим там под этим, под стеной музея, просто эти сирицы лежат, отдыхают. Ну, мы свои тоже пеночки положили, тут же уснули. Нас эти бедуины, от нас верблюдов отгоняли, чтобы они нас не заплевали. Красивая бабулька такая. А у вас есть дети, внуки? Так у меня трое детей, пятеро внуков. Ну, не вместе живете, вы отдельно, да? Нет, у меня все дети живут в своих домах. Понятно. То есть вы отдельно? Со своими семьями. Вы москвичка? Да. Ой, какой вы интересный человек. У вас есть какие-то друг-друга вопросы? Обыкновенная женщина. Нет, вы не обыкновенная женщина, потому что вы сегодня... Это вы знаете, это как программа здоровья. Скольким людям Леночка Малышева, дай бог ей здоровье, помогла. Насколько вопросов она ответила. Вот так и вы. Вы представляете, вот сегодня, допустим, человека отправили на пенсию. Вот он пришел с этими цветами, слегка пьяный, да? И понимаешь, жизнь закончилась. Все, он больше никому не нужен. Так, не надо. Это так же, как в паспорте. В 45 лет тебе ставят последнюю твою фотографию. И все, это как бы теперь все. Вот ты понимаешь, что и тебя будут с этой фотографией хоронить. То есть дальше тебя фотографируют. Не надо, это уже считается как бы зачем. Нариса. Вот и вы своим появлением, вот этим блеском в глазах, своей такой прекрасной формы, вы говорите, да жизнь только начинается. Правильно. Пенсия вперед, на пенсию пошел, ты свободен. Ты можешь сделать то, что ты хочешь. Наконец-то. Идешь куда хочешь. Наконец-то. Ну, дети уже подросли. Вы скажите, дорогая моя, вам нужен муж или партнер? Нет, мне муж не нужен. Ну, и нужен партнер по стопу, по театрам, по выставкам. А вы как? И по грядкам. Мне нужна месть, семья. Это он, она. До конца вместе, чтобы была какая-то стимул, цель в жизни. То есть вы меня расстроили. Александр, вы абсолютно правы. Тамарочка, вы меня расстроили. Ну, все надо делать вовремя. Такая вы пара прекрасная. И вдруг вы говорите, взяли и подвели, вот так чертую, взяли и защитнули. Ну, может быть, это мне окончательно? А как на вас смотрелся, Александр, с такими горящими? Да, приятно, дама. Говорит, не приходится. Александр, а вы пошли бы куда-нибудь в Сирию? Вы пойдете со мной в Австралию? Можно и в Сирию. В Австралию пойдете? Куда? В Австралию. Конечно, а почему бы нет? Ну, прекрасно. Вы автомобиль водите? Нет, я не вожу автомобиль. А чинить можете? Мне он не нужен. А чинить можете? Мне только ноги хорошо работают. Так ноги у меня тоже работают. Ну, вы водите машину. Вожу. Ну, и зачем? Ну, надо еще механика тогда, если нет водителя. Дублера нужен. Дублер нужен, да. Тамарочка, ну, у нас называется программа «Давай поженимся, а не путешествуем автостопом». Понимаете? Вы просто прямо у меня расстраиваете. Не надо расстраиваться. Можно подружиться. Мужчина с мужчин не надо дружить. Его надо по назначению использовать. Совершенно верно. Посмотрите, в какой корме он еще угол-го. Хорошо. Сюрприз приготовили? Ну, да. Покажете? Да. Пожалуйста. Этой женщине учебный не нужен. Она сама это сказала. Я вас немножко поучу стопить. Значит, стоять надо в позиции, чтобы вас хорошо было видно на дороге. Значит, если нам ехать, допустим, направо, мы ждем машину, встаем в позицию, чтобы нас было видно. Мы становимся не перед перекрестком, а за перекрестком, чтобы было видно, что нам не налево сворачивать, а прямо ехать. Ну, идите сюда, я вас научу. Идите сюда. Не бойтесь вы, она не укусит. Ой, Господи. Вот так вот поднимаем палец. Это международный жест автостопщиков. Вот машина едет, выбираем себе машину, какая нравится. Нам нужно эту информацию мотать на ус, чтобы путешествовать. Естественно. Мы подходим и говорим, что мы собираемся, ну, допустим, ну, куда вы хотите. В Будапешт. Да? Вот. Он говорит, ну, пожалуйста, садитесь. Мы автостопщики. Да я вижу у вас уже такой, да? И поехали. Вот. Сколько провезет, столько провезет по пути. Потом следующая машина. Спасибо вам огромное, мы все поняли. Я хочу, чтобы на вашем пути попадались только самые лучшие водители, самые лучшие условия. Это не важно. Спасибо, Тамарочка. Технология не изменилась. Это вам. Проходите, пожалуйста, в свою комнату. Проходите. Цветочки не забудьте. Игорь, что вы скажете? Чувство эмоционально в том смысле, что она занимается таким видом деятельности, или как вы знаете, увлечения, как автостоп. Я целиком ее поддерживаю и с удовольствием сказать, что я участвовала. А в качестве жены? Здесь я не советчик. Спасибо. Она слишком здоровая физически и психически для вашего друга. Вот он интересный, конечно, мужчина. Можно рассматривать его в качестве друга. Роза, как тебе, невеста? Ой, Тамарочка прямо потрясла меня. Правда, Ксения? Да, вообще. Я думала, что там все уже закончилось. Совершенно нет. Я даже представила, как что я на пенсии буду делать. Но я байкером. Я на байк сяду. С молодым любовником. Ну, с молодым, не с молодым. Но приятно, что... Ну, деньги копи сейчас, будешь с молодым любовником. На самом деле, психофизически это ваш типаж. Водная женщина, рыбы. Но с этого момента, когда она познала отраву вольных путешествий, потому что это иначе как отравы не назовешь, человек уже не может от этого отказаться, сильно включился в гороскопе Уран. Свободолюбивая, дерзкая, вольная. Конечно, для ее возраста она определенные уникумы себя представляет. При этом эти женщины обычно очень общительные. Они легко идут на контакт. Они толерантные. Она примет вас со всеми вашими бывшими историями и со всеми вашими особенностями. Она ко всему будет открыта. Но да, вам придется смириться с некоторой дерзостью, с некоторым свободолюбием, с тем, что она контакт какое-то время будет держать. Но, послушайте, эти путешествия происходят у нее, ну, раз в год по месяцу. Или, там, два раза в год по две недели. Не чаще, чем бывают нервные срывы. Нет, один раз в год. Или, там, действительно, тем более один раз в год. А все остальное время, вот эти 11 месяцев, оставшиеся годы, вы будете жить обычной жизнью, готовиться к каким-то новым путешествиям, получать удовольствие от жизни. Но у нас есть еще одна невеста. Проходите, знакомьтесь. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый день. Добрый день. Приятно видеть моего общего вас. Спасибо вам. Спасибо. 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 Проходите. АПЛОДИСМЕНТЫ Ирина, 76 лет. Работала стюардессой на испытательных самолетах. Сейчас на пенсии гордится тем, что имеет три наградные медали. Мечтает съездить на море. Предупреждает, что возлюбленный должен соответствовать ее дворянскому титулу. Признается, что не может жить без дачи. И умеет манипулировать мужчинами. Ирина 15 лет хранила верность погибшему мужу. Но когда увидела Александра на сайте Первого канала, решила дать себе еще один шанс стать счастливой. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Вы такой царственной походкой зашли к нам в студию. Что там за корни у вас дворянские? Рассказывайте. Мои предки из далекого-далекого дворянца. Кто они? Чьей фамилии? На чьей фамилии? Когда-то был граф Денисов, а его последствия идет, это моего дедушки Денисов граф. Скажите, а вы всегда знали о своих корнях, даже в советские времена, когда об этом не то что говорить, думать нельзя было? Ну, как бы вам сказать, думать нельзя было, но до сих пор там, где мой жил дед дворянин, отдали потом дом, когда пришла советская власть, извините, я буду так выражаться. Этот дом, по-моему, существует до сих пор, потому что в этом доме был свой театр, это мой прадед, значит, в этом театре выступали все те, которые работали у него. И теперь в этом доме находится музей. То есть крепостные актеры? Да. Мама выступала в театре в молодости. А вы чем занимались? Чем я занималась? Вы стюардесса, испытательная? Да, я была стюардессой летала, а после стюардессы я была еще в армии, 7,5 лет, я старший сержант запаса, который имеет три медали. Поздравляем вас, молодец какая, да? Да. А он тоже дед военный? Он, ну что, хорошая пара будет? Полицейский. Вы были замужем? Да. И что с вашим мужем? Я прожила с мужем 18 лет, он был младший лейтенант в подводной лодке, и когда его комиссовали, потому что так как он был облучен, и когда его комиссовали, то он приехал в Омск, он работал, он был страшный любитель рыбы, у нас был качественный. Но была какая-то нелепая смерть совершенно просто. Нелепая смерть была. Подводник, который погиб на лодке, на обычной. Да, и самое главное, что 4 балла было воды, и когда поднялись вот эти баллы в этом РТШ, то перевернуло этот баркас, и он спас генерального директора нашего завода. Ой, хочется плакать просто, ну невозможно. Ой, ну как это обидно. Всех спас, а сам... То есть он как настоящий капитан погиб. Спас всех, а сам... Да, и генерального директора спас. И вы 15 лет, кроме Лену, верно с ней выходили замуж. Да, и я не выходила замуж, мы жили очень хорошо. Почему? Потому что у нас, понимаете, у нас была единая дружба в чем? И во внимание. Мы вместе сырали, вместе варили, вместе ездили. Мы провехали 33 страны нашего, России всей. Вот. И когда мы выходили, когда выносили даже вот такой простой эпизод, он вешает белье, то все эти люди в домах и говорили, ничего понять не можно, что такое там за любовь, что вот они все... Даже белье вешают. Ой, какая вы счастливая женщина. Он ее выберет. Она видишь, какая такая мягкая, теплая, домашняя. А где живет? Вы живете где? Я живу в настоящее время в городе Омске. Это прекрасный сибирский город. Я в настоящее время, я имею 35 лет, огромный сад 700, где я выращиваю виноград, груши, яблоки, арбузы, дыни. Скажите, а кто ваши близкие? Если нет детей, кто вас поддерживает? Ну, как бы вам сказать, кто меня поддерживает? Когда у меня бывает большой урожай, и обычно идут дети с детского дома ко мне, я им отдаю все то, что я считаю нужным, отдать это добро, я им отдаю, они приезжаются, у нас много детских домов. Ириночка, у вас нет вредных привычек? Например, вы не курите? Никогда. Не выпиваете? Никогда. Вот пообщайтесь, пожалуйста. А вот подожди, пока не пообщайтесь, вы же поете. Да, я солистка академического хора под управлением Кандаргина, его, правда, сейчас нет живых. А сюрприз не будет связан с пением? Ну, я могу один. Пойте, пожалуйста. А что я могу сейчас петь? Из любимого куплетика. Я обращаюсь к вам и буду петь такую песенку, это из нашей оперы небольшой. Я танцевать хочу, я танцевать хочу до самого утра. Ну, что же вы так смотрите, так смотрите вы на меня. Я танцевать хочу. Я приглашаю вас. Спасибо большое. Я могу вас пригласить, если вы умеете, на красивое танго или на вальс-бастон, или на мазурку, пожалуйста. Приглашайте, пожалуйста, проходите. Я не буду. Лучше танго. А вы переходы делаете? Переходы? Нет. Я не обучена. Так. Так. А я люблю танго танцевать, но одна. Такие фигуры делаю, все глаза вот такие делают. Ириночка, привет. Приглашайте своего друга в комнату, проходите. Здравствуйте. Цветочки не забудьте. Игорь. Ну, если из этого ряда, наверное, это самый удачный вариант. Спасибо. Александр. Чуть-чуть помоложе. Чуть-чуть помоложе? Нет, нет, ну так-то. Внешне хотя бы. Ну, чуть-чуть, а пластика. А так нормально. Я сама, знаете, сколько сделала. Старше вас. Старше. Это не Томсу, Старше. Внешне сама по себе уже. Ну, вы не переживайте. У нас есть сайт двое.тв. Если что, там не сладится. Там помоложе найдете. Понравилось вам? Как он танцует, Александр? Ну, так, рывками, ну, получается. Это же ваш первый танец. Игорь, Александр, вы пока посоветуйтесь, кому пойдете. Я тоже кое-что в жизни понимаю и понимаю, на кого вы глаз положили. Так что я вас тоже покину на какое-то время. Скоро увидимся. АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас переду девчонкой. Вы решили с нами идти? Нет, я с вами не решила идти. Я еще пока подожду, пока уйду на пенсию. Ну, ну, очень долго. Вы очень понравились Александру. Да. Да, как я вам могу понравиться? Я же не нормальная. Вы нормальная, вы более чем нормальная. И вы не храните себя. Вы хорошо выглядите. Понимаете, во всем мире в вашем возрасте выходят замуж и живут полноценной жизнью мужчины и женщины. Что за глупость это такая? Кто вам в голову это сделал? Нет, Лариса, у меня все есть. Вы смотрите, вот послушайте. У меня тоже все было, я вышла замуж в 72. Он прекрасный мужчина, прекрасный мужчина. Но он мужчина, и никуда не денешься от этого. Вы прекрасная женщина, и вы женщина. Автостоп хорошо, но послушайте, столько прелести в семейных отношениях. Я знаю. Ну так что? У меня прекрасный был муж, такого больше не было. Вот я пришла за вас, я пришла вас уговаривать. Он хочет к вам пойти, но он боится, думает, что... А что бояться-то? Ну, пообщаемся, в конце концов. Александр, пока вы совещались, я сходила в комнату к Тамаре. Она вблизи еще краше, еще моложе, чем вот так вот на расстоянии вытянутой руки. Но вот вбила себе, что после смерти мужа она все как бы свое женское отжила. Конечно, она вас ждет, и на огороде вам будет чем заняться. И она говорит, да нормально я, не бойтесь. Спасибо. Роза, а ты что считаешь? Да не, мне, конечно, и сектор Аиль Тамар больше понравился, она и активнее. Вы должны быть вместе, это преступно, когда... Не знаю, сквозь какие дебри, сквозь какие хитросплетения. Судьба вас свела на этой программе. Вы будете преступники по отношению к себе. Если вы сейчас не встретитесь, не поцелуетесь, не выйдете вместе и не начнете их сажать с картошкой. Ну, вас, я прямо расстроюсь. Василиса, скажи, что там звезды? Ну, конечно, нужна вам водная женщина, но повторение истории такой, как было с супругой, вам обеспечено с нашей первой невестой. Ну, хотя бы частично. Поэтому я думаю, что с ней могут быть максимально сложные отношения. Последнее действительно. Разница в возрасте, в менталитете очевидна. И, конечно, вам нужно выбрать водную Тамару. Но здесь, ну, просто невозможно сказать по-другому. Ему нужна жена. Вот такая домашняя около плиты. В общем, пока вы думаете, у Василисы есть очередной прогноз. Мы сейчас послушаем. Поскольку у нас программа сегодня такая получилась с оттенком знака Скорпион, поговорим о сложности, которую лучше предвосхищать заранее. Поговорим о сентябре 2014 года. Есть несколько дней, на которые лучше не планировать важные дела. И именно о них я хочу рассказать. Первое. 9 и 10 сентября. Это два дня, когда Меркурий не дружит с Плутоном, а Венера не дружит с Нептуном. Что это такое? Это значит, что лучше всего не посещать публичные мероприятия, большие скопления народу. От гастроли отказываюсь. Ну, скажем так, публика будет непростой в этот день, как минимум. И прием может быть не очень теплый. Вот это те дни, когда, скажем, с коллективом договориться очень сложно, а вкус твой собственный может несколько диссонировать со вкусом общественности. Еще один день. 13 сентября. Это сложные отношения Меркурия и Урана. Чреват техническими проблемами, поэтому автомобилисты, будьте на стороже, пожалуйста. И в это же время могут быть всякие неожиданные, неприятные срывы планов. Ну и, наконец, 21 и 23 сентября Марс делает квадрат с Нептуном. Время неверно принятых решений, в попыхах, как будто с наваждением все действуют в эти дни. И поэтому будьте осторожны, пожалуйста, и не навлеките на себя какие-нибудь скандальные ситуации. Спасибо. Проходите. Первая невеста, вторая невеста, третья и пустая комната, где вас, ну, абсолютно никто не ждет. Мы любое ваше решение примем. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте смс с их номером по телефону 4151. Александр, 20 лет, номер 3485. Совладелец маркетингового агентства, бизнес-тренер. Постоянно занимается самообразованием, участвует в гонках на автомобиле по городу и на треке. Катается на сноуборде. Познакомится с молодой и стройной брюнеткой, которая чтит семейные ценности. Александра, 25 лет, номер 3486. Юрист, катается на сноуборде, профессионально занимается танцами, любит петь в караоке и посещать музеи. Познакомится с умным и активным мужчиной до 37 лет, который разделит с ней ее интересы. Мы не знаем, где Александр один или со сбранницей. Я приглашаю всех выйти и поддержать его. АПЛОДИСМЕНТЫ Мам, да. Можно, пожалуйста, садитесь. Присаживайтесь, поговорим, пообщаемся. Составим маршрут. Как? Сразу поездка. Ну, сначала на грядке. Можно по дорожке походить, побродить, поговорить, побеседовать, пообщаться, повстречаться. А потом уже ждут аутостопы, и дороги, и пути. Правильно решить. Все впереди. Все впереди. Надеюсь, и жди. У нас есть пара Александра и Тамара. Если вы одинокие, пишите на сайт Первого канала. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте СМС с именем героя на номер 4151. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, пожениться. Сидать. Спасибо. Мне трудно, но и трудно. А вы не золотые рыбки, понимаешь? Слышь, булочка Люся, пошли к нам домой. В моей ванне моется человек. Только если в молодости их называют гуляками, то с возрастом они превращаются в похотливых старичков. Я могу сказать, что они просто любят жизнь. Если вы почти в полтос вот так ноги задираете и говорите русского койла...